Отчеты по двум странам. На сайте Amnesty International. Прежде всего, хотел бы сказать о вступительном слове Салил Шетти. Это генеральный секретарь Amnesty International. Это та правозащитная организация, отчетами которых пользуются юристы, которые подают на убежище в Соединенных Штатах и в других странах мира. Несмотря на уроки прошлого, в 2016 году мы стали свидетелями того, что идею человеческого достоинства и равенства, саму идею человеческой семьи решительно заслонила риторика, построенная на обвинениях, страхе и поиске козла отпущения и используемой теми, кто пытается прийти к власти и удержать ее любой ценой. Итак, мы возьмем Кыргызстан за 2016-2017 год. Сразу отсылка на узника Азимжана Аскарова, который остался в тюрьме, несмотря на рекомендации ООН по правам человека. 31 марта Комитет по правам человека ООН в Кыргызстан призвал немедленно освободить узника совести Аскарова. Это этнический узбек, который был приговорен в 2010 году к пожизненному заключению за якобы участие в этнических насилиях. То есть остаются безнаказанные люди, которые подвергают других людей унижению, честь и достоинства, судебные дела без движения, насилие в отношении женщин и девочек, бытовое насилие, принудительные браки. Это то, что сейчас происходит в Кыргызстане, то, что легло в основу отчета. И следующее по списку у меня идет Узбекистан. Пытки в следственных изоляторах и тюрьмах продолжают оставаться широко распространенной ситуацией в стране. Власти добились возврата, в том числе путем тайного исполнения сотен людей, которые они подозревают в преступной деятельности. Те, кто в оппозиции, подругаются пыткам. Также широко используется принудительный труд. Ограничение на право свободы выражения своих мнений. Пытки, жестокие обращения власти по-прежнему категорически отрицают сообщения о повсеместных применениях пыток и других видов жестокости обращения сотрудников правоохранительных органов. Перенудительный труд используется в хлопчатой бумажной промышленности, то есть ограничение прав на свободу слова. Если взять отчеты по Кыргызстану и по Узбекистану, на самом деле все очень плачевно. И все это мы можем использовать для нашего кейса. К нам многие люди приходят и говорят, вот мы там живем в Кыргызстане, у нас нет оснований для подачи на убежище или в Узбекистане. Но на самом деле это есть. Достаточно просто посмотреть на отчеты. Я сделал сегодня отчет по Кыргызстану и по Узбекистану. В следующий раз я планирую сделать это по Кыргызстану и по Украине. И по Казахстану, кстати, также. Права нарушаются. Законодательства внутренние стоят путем поправок Конституции международным правам. Это значит, что человек не может обратиться в Европейский суд по правам человека за помощью. То есть все это имеет место быть. И все это является основанием для подачи на убежище. Так или иначе мы это используем. Подписывайтесь на наш канал. Заходите на наши сайты. В ближайшее время мы планируем запустить наши СМИ. Это будет Migrant Media. www.migrant.media. Сейчас мы активно занимаемся этим ресурсом. Как вы многие знаете, мы регистрируемся в Роскомнадзоре, как СМИ, чтобы использовать этот ресурс как официальный источник для наших кейсов, для наших будущих кейсов на убежище в том числе. Всем всего доброго. Удачи вам в иммиграции. Пока.